Сетняк израстающий, семейство Осоковое, родина Южной области Северной Америки. Это растение известно у любителей аквариума под названием пальмочка. Имеет тончайшие игольчатые листья, на концах которых появляются молодые растения. Образует оригинальные ажурные заросли. В аквариуме сетняк обычно достигает высоты 40 сантиметров. Последнее время он встречается в аквариумах все реже, так как содержать его довольно сложно. Лучше всего выращивать сетняк в умеренно теплом аквариуме. Температура от 18 до 24 градусов Цельсия. Кратковременное снижение температуры растение переносит без последствий. В тропическом аквариуме оно погибает. Вода должна быть мягкой. Жесткость не должна превышать 6 градусов. Реакция нейтральная или слабо кислая. В умеренно жесткой воде сетняк растет несколько хуже. Очень важно следить за чистотой воды в аквариуме. Малейшая муть губительна для растения. Поэтому очень важно не перенаселять аквариум рыбами и наладить хорошую фильтрацию воды. К условиям освещения сетняк не требователен. Для этого растения очень важно подобрать освещение так, чтобы на нем не появлялись водоросли, губительные для него. Свет может быть достаточно сильным, но рассеянным. Подбирать осветители надо индивидуально, в зависимости от количества естественного света, попадающего в аквариум. При использовании искусственного освещения лучше применять люминесцентные лампы типа ЛБ в мощности около 0,4 Вт на 1 литр объема. Продолжительность светового дня до 12 часов, но оно может быть и короче. Сетняк очень легко размножать, отделяя молодые растения, образовавшиеся на концах старых листьев. Маленькие дочерние растения лучше поместить в емкость с невысоким уровнем воды. После формирования корневой системы их можно пересаживать в глубокий аквариум. Сетняк пригоден для постоянного содержания во влажной оранжереи или в полюдариуме. Стрелолист карликовый, семейство частуховые. Привезен в нашу страну из Голландии в начале 80-х годов. Нежное, очень низкорослое растение образует густые заросли. Высота кустов в обычных условиях не более 10 сантиметров. Растение пригодно для содержания в аквариуме любого объема. Размещают сагитарию на переднем плане. Растение очень неприхотливое, но пока еще мало распространено у аквариумистов. Растет оно в аквариуме равномерно в течение всего года. К температурным условиям сагитария не требовательна и удовлетворительно растет при температуре от 18 до 28 градусов Цельсия. Хорошо выдерживает длительное снижение температуры до 12-14 градусов Цельсия. Жесткость и активные реакции воды практического значения не имеют. Одинаково хороший рост наблюдается как в очень мягкой, так и в жесткой воде. В аквариуме необходимо поддерживать чистоту. Появление мути в воде приводит к образованию налета на листьях и быстрому их разрушению. Необходимо регулярно подменивать 3-4 раза в месяц до 1,5-1,4 объема воды. Освещение может быть умеренно яркое. При недостатке света сагитария тянется вверх. Окраска листьев становится бледной. Густых зарослей не образуется. При достаточно сильном освещении заросли очень плотные, низкорослые, имеющие вид ярко-зеленых дерновин. Подбирать яркость освещения надо в зависимости от потребности в нем окружающих растений. Для освещения подходит любой свет, естественный и искусственный. Источниками искусственного света могут служить любые лампы. Для грунта следует использовать мелкий субстрат, который должен быть умеренно заиленным. Если в аквариуме использована крупная и средняя галька, на переднем плане можно сделать островки песка, в которые высаживается гитария. Толщина слоя песка может быть 2-3 сантиметра. Если растение посажено в крупный субстрат, заросль не может равномерно распространяться по дну. При подменах воды, накапливающейся в зарослях ил, следует удалять с помощью воронки. Размножать растение очень легко. Изобразовавшиеся заросли берут дочернее растение и пересаживают ее на новое место. В условиях влажной оранжереи карликовая сагитария растет очень хорошо и выглядит так же, как растущая в аквариуме. Для выращивания ее в оранжереи пригоден любой достаточно питательный грунт. Свет должен быть яркий, а температура от 24 до 30 градусов Цельсия. Взятые из оранжереи растения можно сразу пересаживать в аквариум. Стрелолист иатона. Семейство Честуховое. Родина Северная Америка. Один из самых красивых стрелолистов. Образующий розетку светло-зеленых листьев с загибающимися к низу закругленными кончиками. Высота растения 15-20 сантиметров. Содержать его можно в аквариуме любого объема. Растет равноверно в течение всего года. Растение подходит для содержания в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Оптимальная температура содержания от 20 до 26 градусов Цельсия. В более холодной воде рост замедляется. Растение заметно мельчает. Жесткость и активная реакция воды на рост стрелолиста существенного влияния не оказывает. Практически одинаково он растет в очень мягкой воде при pH около 5,5 и в жесткой воде при pH около 8. Необходимо следить за частотой воды. В мутной воде с большим количеством взвешенных органических частиц нежные листья стрелолиста покрываются налетом и быстро разрушаются. Поэтому нужно каждую неделю подменивать до 1,5-1,4 воды, а также обеспечивать ее эффективную фильтрацию. К освещению сагитария не очень требовательна, но от яркого света зависит характер ее роста. При слабом освещении растение начинает тянуться вверх и теряет свою оригинальную форму. При достаточно ярком освещении листья становятся шире и дугообразно выгибаются, благодаря чему растение приобретает свою неповторимую форму. Свет следует направлять только сверху. Боковая подсветка нежелательна, так как это деформирует куст. Естественный свет не имеет каких-либо преимуществ перед искусственным, поэтому растение можно освещать любым способом. Для искусственного освещения можно использовать и люминесцентные лампы, и лампы накаливания. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна составлять не менее 0,4 Вт на 1 литр объема. Мощность ламп накаливания должна быть в 3 раза больше. Продолжительность светового дня, в зависимости от яркости освещения, может колебаться от 10 до 14 часов. Растение развивает достаточно сильную корневую систему, но корни его очень нежные и ломкие. Грунт должен быть питательным, хорошо заэленным. При посадке сагитарии в новый грунт, под корни следует положить кусочек глины или ил, взятый из старого аквариума. В качестве субстрата следует использовать крупный песок или мелкую гальку. Толщина слоя грунта должна быть достаточно большой, не менее 5 сантиметров. Минеральная подкормка сагитарии очень полезна, особенно в период размножения. Использовать можно любые комплексные минеральные удобрения с микроэлементами в дозе 1,5-2 грамма на 100 литров воды. В условиях аквариума сагитария размножается вегетативно, образуя дочерние растения на грунтовых побегах. После образования 5-6 листьев, дочерние растения можно отделять от материнской заросли и пересаживать на новое место. Ткани сагитарии пористые и содержат запас кислорода, поэтому при пересадке растения надо хорошо закреплять в грунте с помощью камешков или стеклянных шпилек, чтобы оно не всплыло. Столь же успешно, как и в аквариуме, растения можно выращивать в условиях полиудариума в затопленном грунте. При солнечном освещении температуре от 26 до 30 градусов Цельсия. Растение зацветает и может образовывать полноценные семена. Высеянные в плошку с песком, залитым водой, семена прорастают при температуре от 26 до 20 градусов Цельсия. Дальнейшее выращивание сеянцев не представляет больших сложностей. Ихорния отличная, водяной гиацинт, семейство понтидернеевые. Родина Южная Америка, растение распространено во всех тропических областях Земли. Представляет собой розетку глянцевых ярко-зеленых листьев оригинальной формы, имеющую основание воздушную камеру. Благодаря ей растение держится на плаву. Своим названием она обязана красивому соцветию с сильным приятным запахом. В природных условиях растет с невероятной быстротой, нередко создавая помеху для судохвоства даже на крупных реках. В аквариуме растение довольно требовательно к условиям содержания. Имеет сильно развитые корни, среди которых находит приют мальки рыб. Способности извлекать из воды азотистые соединения и другие продукты метаболизма рыб делает эйхорнию очень полезной для аквариума. Есть сведения о том, что это растение способно усваивать даже фенольные соединения. Таким образом эйхорния, обладающая способностью к абсорбации и прекрасно фильтрующая воду взвешенных частиц, может заменить самые эффективные фильтры. Температура воды для эйхорния должна быть достаточно высокая. Для успешного роста необходим очень теплый аквариум от 26 до 28 градусов Цельсия. Аквариум должен иметь влажную воздушную камеру высотой не меряя 20 сантиметров, плотно закрытую. Растение совершенно не терпит сквозняков и сухого воздуха. Вода должна быть мягкой, со слабо-кислой реакцией. Предпочтительно жесткость ниже 6 градусов. pH от 6 до 6,8. Чтобы эйхорния цвела, температура воды и воздуха должна быть не ниже 30-32 градусов Цельсия. Для эйхорнии необходимо очень яркое освещение. Удовлетворительные световые условия можно создать при помощи люминесцентных ламп типа ЛБ. Рассчитать мощность осветителей можно исходя из следующих пропорций. От 3,2 до 3,5 Вт на 1 квадратный дециметр площади поверхности воды. Лампы должны быть подняты над водой на 20-30 сантиметров. Использовать для освещения лампы накальния не следует. Так как расположенные на таком же расстоянии от растений, они вызывают ожоги листьев. Отодвигая лампы на большее расстояние, приходится значительно увеличивать их мощность. Световой день от 12 до 14 часов. Летом при прямом солнечном освещении содержать их хорнию несложно. Осенью по мере уменьшения естественного освещения растение замедляет рост. И при неблагоприятных условиях загнивает и гибнет. Сохранив яркое искусственное освещение и высокую температуру воды, можно сохранять растение всю зиму. Однако зимой поддерживать в комнате условия, необходимые для успешного роста их хорнии, трудно. Поэтому лучше использовать другой давно известный способ сохранить их хорнию. Хорошо развитое растение помещают в кольцевой поплавок. Лучше всего изготовить его из пенопласта. Так, чтобы корни от самого основания были погружены в воду. А листья, располагаясь на поплавке, не касались воды. В противном случае листовые черенки начинают загнивать. Под растением на глубине около 5 см нужно поставить горшочек с зельным грунтом. Так, чтобы корни могли врастать в грунт. В таких условиях при температуре от 24 до 26 градусов Цельсия и обычном аквариумном освещении их хорния успешно зимуют. С началом весны необходимо усилить освещение и повысить температуру воды. Размножается их хорния очень легко путем образования дочерних растений на концах боковых побегов. Молодые растения, после появления у них 3-4 листочков, можно отделить от материнского. Получить в условиях аквариума полноценные семена не удается. Ихорния разнолистная семейство понтидериевые, родина тропики Южной Америки. По внешнему виду растение сильно отличается от своих родственников. Растет оно только в толще воды и образует длинные стебли, на которых поочередно сидят удлиненные светло-зеленые листья. Длина стеблей в аквариуме достигает 40-50 сантиметров. Выращивать их хорнию можно в аквариуме и большего, и малого объема. Ее размещают на заднем плане, где она образует красивые густые заросли. Благодаря нетребованности к условиям содержания и простоте размножения, растение широко распространено у любителей аквариума. Для содержания их хорния больше подходит тропический аквариум, но можно выращивать ее и в умеренно теплом аквариуме. Температура воды, при которой растение удовлетворительно себя чувствует, от 20 до 26 градусов Цельсия. При снижении температуры рост практически прекращается. Вода желательно мягкая, с нейтральной или слабо кислой реакцией. Общая жесткость должна быть не более 6 градусов. pH меньше 7. Вода должна быть чистая, и ее следует регулярно подменивать на 1,5-1,4. Не следует допускать появления мути в воде, так как растение не переносит образование на листьях налета и обрастаний. Освещение для их хорнии должно быть достаточно сильным. Можно использовать дневной и рассеянный солнечный свет, а также любое искусственное освещение, но предпочтительный свет люминесцентных ламп типа ЛБ. При недостатке освещения растение становится бледным, вытягивается. Мощность люминесцентных ламп должна быть больше 0,4 Вт на 1 литр объема. Продолжительность светового дня около 12 часов. Растение не развивает сильной корневой системы. Для него необходим грунт, состоящий из крупного песка и мелкой гальки с небольшим количеством мыла. В новый грунт дополнительную подкормку можно не вносить. Для удовлетворительного роста их хорни вполне достаточно естественного заиливания. Для закрепления растения и развития его корневой системы обычно хватает слой грунта толщиной от 3 до 5 см. Растению вполне достаточно того питания, которое она получает с кормом для рыб и свежей водой. Поэтому специально для их хорни минеральную подкормку можно не производить. Растение очень легко размножается вегетативным способом. Длинные стебли черенкую так, чтобы на каждой части было около десятка листьев. Черенки оставляют плавать у поверхности воды или сажают их в грунт, заглубив нижнюю пару листьев. Стебли, достигающие поверхности воды, надо укорачивать, удаляя верхушку. Нижнюю часть стебля можно оставлять в грунте, если она сохранила листья. Оголенные части стебля удаляют. Верхушки здесь же сажают в грунт или переносят на новое место. Элодея канадская, семейство водокрасовое, родина Северная Америка. Одно из самых распространенных на Земле водных растений. На территории Европейской части СССР распространено повсеместно. Из-за своей способности очень быстро расти и плотно заполнять водоемы получило название водяная чума. Очень неприхотливое растение. Растет свободно плавая в толще воды в течение всего года. Элодея больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариума. Удовлетворительно растет при температуре от 16 до 24 градусов Цельсия. И прекрасно переносит длительное снижение температуры до 12 градусов Цельсия. В тропическом аквариуме долго расти не может. Жесткость и активная реакция воды для элодея значения не имеют. Она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде. При перемещении растения из одного водоема в другой необходимо принимать во внимание характеристики воды. При переносе растения из очень мягкой в жесткую оно быстро гибнет. Его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодея происходит безболезненно. В аквариуме с мутной водой элодея становится прекрасным фильтром, собирая на себе частички мути. Так что вода делается кристально чистой. Благодаря очень быстрому росту она высваивает многие вещества, накапливающиеся в воде аквариума, что также способствует ее очистке. Освещение для элодея должно быть достаточно яркое, но оно может выдержать умеренное затенение. Прямой естественный свет для нее очень полезен. Для искусственного освещения подходят люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей подбирают индивидуально, в зависимости от того, как расположен аквариум и какие растения окружают элодею. В осенне-зимний период при недостатке освещения и низкой температуре элодея опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. При улучшении условий она снова начинает бурно расти. При поддержании удовлетворительной температуры воды и достаточном освещении элодея украшает аквариум круглый год. Элодея очень легко размножается черенкованием стебля. Чтобы растение хорошо и быстро адаптировалось на новом месте, длина черенков должна быть не менее 20 см. Удалять из аквариума избыточно разросшуюся элодею надо очень осторожно, так как сок растений ядовит. И попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях. Кроме того, соколадия оказывает тормозящее влияние на рост многих нежных растений. Поэтому передобрезкое растение лучше извлечь из аквариума и производить все манипуляции в отдельной емкости, например в тазу. Эхинодорос амазонский, семейство частуховое, родина Южная Америка, регион Амазонки. Одно из самых распространенных у любителей аквариума растений, которое называют просто амазонка. Оно очень неприхотливо и при этом достаточно эффектно. Образуя густую розетку длинных узких листьев ярко-зеленого цвета, крупные экземпляры достигают высоту 35-40 см и занимают значительную площадь. Однако содержать эхинодорос можно и в очень небольшой емкости. Растет равномерно в течение всего года. Этот вид эхинодороса подходит для любых аквариумов. Температура воды, при которой удовлетворительно растет эхинодорос амазонский, может колебаться в широких пределах от 16 до 28 градусов Цельсия. Тем не менее, постоянно содержать это растение в холодном аквариуме не стоит. Жесткость воды также может колебаться в широких пределах. В отличие от большинства эхинодоросов, этот представитель рода очень хорошо растет как в воде со слабо-кислой реакцией, так и в щелочной воде. Предпочитает свежую, регулярно подмениваемую воду. К освещению амазонка нетребовательна. Выдерживает длительное затенение, но окраска листьев при этом блекнет. Характер освещения большого значения не имеет. Растению вполне может хватить естественного света, если аквариум расположен на боковой стены, вблизи окна. Для искусственного освещения вполне подойдут лампы накаливания или люминесцентные лампы. Содержать эхинодорос можно при слабом освещении. Мощность люминесцентных ламп 0,25 Вт на 1 литр воды. Но растение лучше развивается при более ярком свете. Продолжительность светового дня должна быть около 12 часов. Грунт должен быть достаточно питательным, умеренно или хорошо заилинным. Для питания растения обычно хватает естественного заилинного грунта. Характер субстрата существенного влияния на рост растений не оказывает. Его сильно развитая корневая система нуждается в достаточно толстом слое грунта от 5 до 7 см. Специальной минеральной подкормки эхинодорос обычно не нуждается. В очень мягкой воде у нее иногда появляются признаки минерального голодания. В таком случае растения можно подкормить комплексными минеральными удобрениями, обязательно добавляя в воду небольшие дозы микроэлементов от 1 до 2 граммов на 100 литров раз в неделю. В условиях аквариума эхинодорос амазонский размножается практически только вегетативно. Растения образуют цветоносы, на которых в подводных условиях формируется множество дочерних растений. После образования розетки листьев и появления корневой системы, дочерние растения можно отделять и пересаживать на новое место. Растения можно рекомендовать начинающим аквариумистам, как очень стойкое и нетребовательное к условиям содержания. Оно прекрасно подготавливает аквариум к размещению значительно более требуемых растений и активно участвует в круговороте веществ, поддержив биологическое равновесие в водоеме. Эхинодорос ашерсона, семейство частуховое, родина субтропические районы Южной Америки. Очень интересное растение, имеющее листья копьевидной формы, с небольшим сердцевидным вырезом у основания. Цвет листовой пластинки ярко или темно-зеленый. Жилки окрашены темнее, они почти коричневые. Максимальная высота куста около 30 см, но обычно растение меньше, около 15-20 см. Эхинодорос пригоден для выращивания в малой емкости. Размещают его на переднем плане, так как он образует плотную красивую розетку листьев. Из-за того, что это растение сравнительно редко размножается в условиях аквариума, оно мало распространено у аквариумистов. Растет под водой равномерно в течение всего года. Эхинодорос ашерсона больше всего подходит для тропического аквариума. Содержать его следует при температуре не ниже 22 градусов Цельсия. Оптимальная температура от 24 до 28 градусов Цельсия. Жесткость воды не должна превышать 10-12 градусов. Активная реакция воды должна быть близко к нейтральной. Оптимальные показатели PH в пределах от 6,5 до 7,5. Этот вид эхинодороса хорошо переносит очень мягкую воду и может неплохо расти в слабокислой среде. В жесткой воде со щелочной реакцией рост эхинодороса редко бывает удовлетворительным. Подобрать воду с характеристиками, подходящими для этого растения, довольно трудно. В таком случае аквариумисту должны помочь его практические навыки. Воду нужно подменивать еженедельно на 1,6-1,5. При значительном загрязнении воды частицами органической и минеральной мути плотность розетки листьев значительно уменьшается, так как старые листья быстро гибнут. Сильного освещения эхинодорос не требует. Наоборот, избыток света прижимает коз к грунту, что делает растение менее интересным. При умеренном освещении листья подняты вертикально и имеют более вытянутую форму. Освещение должно быть верхним. Боковой свет приводит к деформации куста. В качестве источников искусственного света можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Продолжительность светового дня обычно около 12 часов. Характер грунта для эхинодороса очень важен. Он должен быть достаточно питательным, содержать большое количество ила. Очень полезно добавлять глину и древесный уголь, независимо от того, в какой грунт высаживают растение, старый или новый. Характер субстрата большой роли не играет. Но учитывая размеры растения, лучше использовать мелкую и среднюю гальку или смесь их с крупным песком. Слой грунта может быть небольшим, примерно 5 сантиметров. Лучше всего растение выращивать в отдельном горшочке. Причем грунт, кроме глины и угля, можно внести немного садовой земли в глубину горшка. Минеральное удобрение в воду аквариума вносить не обязательно, так как правило растению хватает питательных веществ, находящихся в грунте. Тем не менее, регулярные добавления 1-2 раза в месяц микроудобрений в воду аквариума положительно сказываются на росте хинодороса. В искусственных условиях растение размножается вегетативно. В аквариуме оно образует редкие цветочные стрелки, на которых появляются 1-2 дочерних растения. Более продуктивное размножение наблюдается в условиях влажной оранжереи. Там растение дает значительно больше дочерних растений. Получить полноценные семена не удается. Поэтому семенного размножения растения в искусственных условиях практически не встречается. Во влажной оранжереи, где растет эхинодорос, надо поддерживать температуру от 26 до 30 градусов Цельсия. Грунт должен быть питательный. Лучше всего его составить из смеси дерновой земли, гумуса, глины и песка. Освещение должно быть достаточно сильное, рассеянное. Эхинодорос, выращенный в воздушной среде, имеет более длинные листовые черенки и сердцевидные листья. Взятые из оранжереи растения можно сразу пересаживать в аквариум. Так после непродолжительного перерыва оно продолжает расти. Эхинодорос блехера. Семейство частуховое. Этот вид эхинодороса широко распространен на территории Южной Америки. Растение сравнительно неприхотливое и может расти в самых разных условиях. Очень популярно у аквариумистов нашей страны. Ярко-зеленые удлиненные ланцетовидные листья образуют крупный, очень густой куст. В условиях аквариума растение достигает высоты от 40 до 50 сантиметров. Поэтому размещать его следует в центре и на заднем плане. Необходимо учитывать, что из-за большой плотности куста эхинодороса блехера, его тени плохо растут даже самые теневыносливые растения. Взрослые эхинодоросы, имеющие значительные размеры, надо содержать в больших емкостях. Температура воды, в которой содержит эхинодорос, может колебаться в достаточно широких пределах. Растение удовлетворительно развивается как в холодном, так и в тропическом аквариуме при температуре 28 градусов Цельсия. Если эхинодорос растет в тропическом аквариуме, очень полезно дважды в год устраивать ему зиму, снижая температуру воды на 1,5-2 месяца до 20-22 градусов Цельсия. Растение предпочитает воду с нейтральной или слабо-щелочной реакцией, но может достаточно хорошо расти в течение длительного времени и в кислой среде. При ПАЖ до 5,5 и даже меньше. Жесткость воды может колебаться в значительных пределах. Эхинодорос хорошо растет и в очень мягкой и в сравнительно жесткой воде. Желательно периодически подменивать воду не реже трех раз в месяц от 1,5 объема аквариума и более. Освещение может быть умеренным и сильным. Эхинодорос выдерживает длительное затенение. Если аквариум расположен вблизи окна, этому растению вполне хватает естественного освещения. Для искусственного освещения можно использовать как люминесцентные лампы, так и лампы накаливания. Кроме люминесцентных ламп типа ЛБ, для подсветки можно использовать лампы ЛД, но только в сочетании с лампами ЛБ, лампами накаливания или естественным дневным освещением. Мощность осветителей может быть умеренной. Ее минимальную величину можно рассчитать из следующих пропорций. 0,25 Вт на 1 литр для люминесцентных ламп и 0,75 Вт на 1 литр для ламп накаливания. Световой день должен быть не менее 8 часов. Лучше всего 10-12 часов. Особых требований к характеру грунта хинодорос не предъявляет. Он хорошо растет в сильно и слабо заельном грунте. При посадке в новый грунт под корни растения целесообразно подложить комочек глины или смеси глины и торфа. В таком случае оно начинает расти на новом месте значительно быстрее. В качестве субстрата лучше использовать мелкую и среднюю гальку или другой подходящий по размеру частиц грунт. Размножается хинодорос в условиях аквариума только вегетативно. Материнское растение образует одну или сразу несколько очень длинных стрелок, на которых появляется множество дочерних растений. После появления у молодых растений 3-4 листочков и 3-4 корешков, их можно отделить от материнского уса и посадить в грунт. Молодые растения будут развиваться быстрее, если образовавшийся ус сразу прижать к грунту шпильками. Образование большого количества дочерних растений не ухудшает рост материнского куста, как это происходит у некоторых других видов. При отделении дочерних растений от уса надо проявлять максимальную осторожность, так как ус очень ломок. Если он случайно обломился, а на нем остались очень маленькие дочерние растения, такой обломок надо поместить в отдельную емкость с невысоким уровнем воды. Поставить ее под яркий свет, присыпать ус небольшим количеством грунта или же прижать камешками или стеклянными шпильками. Маленькие слабые растения, оставшиеся на усе, таким способом удается сохранить, но развиваются они медленно. Эхинодорус большой, семейство частуховое. Родина Южная Америка, восточные штаты Бразилии. Одно из самых великолепных водных растений. Длинные волнистые светло-зеленые листья образуют неплотную розетку. Хорошие экземпляры достигают высоты 70-80 см, поэтому содержать растение необходимо в емкости высотой не менее 45-50 см. Размещать его надо ближе к центру и задней стенке аквариума, не забывая, что растение занимает довольно большую площадь. Растет этот вид Эхинодоруса в аквариуме в течение всего года и никогда не образует воздушных листьев. К условиям содержания он требователен. У аквариумистов пользуется большой популярностью. Температура воды для Эхинодоруса должна быть в пределах 22-28 градусов Цельсия. Растение больше подходит для тропического аквариума, так как при температуре ниже 22 градусов Цельсия скорость его роста заметно снижается. Жесткость воды предпочтена от 6 до 12 градусов. Но растение может существовать и в более жесткой воде. Очень мягкая вода для этого Эхинодоруса практически неприемлема. Активная реакция должна быть нейтральной или слабо щелочной. PH в пределах от 7 до 8,5. В кислой среде растение деградирует. Вода должна быть очень чистой. Следует регулярно подменивать до 1,6-1,5 объема аквариума. Эхинодорус большой нуждается в ярком освещении. Для формирования красивого куста лучше использовать только верхний свет. При дополнительном боковом освещении куст получается раскидистый и более редкий. Кроме того, начинают образовываться боковые дочерние растения, тормозящие рост материнского куста. Естественное освещение Эхинодорусу очень полезно. Солнечный свет, падающий на аквариум 2-3 часа в сутки, делает окраску листьев более сочной. Для искусственного освещения больше всего подходят люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью около 0,5 ватт на 1 литр объема аквариума. Дополнительная подсветка лампами накальния существенно не влияет на рост, но несколько улучшает окраску листьев. Продолжительность светового дня 12-14 часов. Грунт для Эхинодоруса большого должен быть питательным с достаточным количеством мыла. В новый грунт под корни растения необходимо подложить комочек глины или смеси глины и торфа. Полезно добавить также некоторое количество древесного угля. Корневая система растения очень мощная, поэтому для нее требуется толстый слой грунта не менее 8-10 см. В качестве субстрата не следует использовать песок и очень мелкую гальку. Минеральная подкормка для этого Эхинодоруса очень полезна, особенно в период цветения. Использовать можно комплексные удобрения с полным набором необходимых для растения веществ. При использовании жидких минеральных удобрений, например ВИТО или Родничок-2, на 100 л воды достаточно добавить 10-15 мл удобрений один раз в неделю. Кроме включенных в состав удобрений микроэлементов необходимо регулярно, примерно дважды в месяц, вносить в воду соли двухвалентного железа около 0,1 мг на 1 л. Размножается Эхинодорус большой, преимущество вегетативно. В искусственных условиях семенного размножения удается добиться нечасто. Растение дает цветочные стрелки несколько раз в год, но полноценных семян почти не образует. Несколько повышает шанс на успех искусственное опыление с помощью мягкой кисточки. Плоды снимают после их полного созревания. Некоторые специалисты советуют дополнительно подсушивать семена в течение 1-2 месяцев. После этого их высеивают в плошку с песком, покрытым водой и содержат при температуре 28 градусов Цельсия. В этом случае, если плоды на цветоносе не завязались, его следует притопить. Тогда на цветочной стрелке обязательно появятся дочерние растения, которые можно снимать после образования 4-5 листочков и корневой системы. Молодые растения следует высаживать в отдельные плошки, причем вода должна только покрывать листья и помещать их непосредственно под осветитель. Еще лучше всю стрелку прижать грунт вблизи источника света. Не отделяя дочерние растения, до образования хорошо сформированы розетки листьев высотой от 15 до 18 см. Акориумис, добившийся цветения хинодороса большого, должен учитывать, что после образования цветочной стрелки, а особенно после появления на ней дочерних растений, ухудшается состояние материнского куста. Новые листья формируются очень медленно и бывают значительно меньшего размера. Даже полноценная дополнительная подкормка в этот период не помогает предотвратить ухудшение внешнего вида растения. Поэтому не стоит допускать образования нескольких цветочных стрелок даже у самых сильных и крупных растений. Периодически на корневище хинодороса большого образуются дочерние растения. Чаще это происходит при достаточно яркой боковой подсветке. Такие побеги развиваются значительно лучше, чем растения на цветочных стрелках. Отделять их можно после формирования самостоятельной корневой системы и появления крупных листьев. Они очень хорошо адаптируются на новом месте и быстро трогаются в рост. Образование новых растений на корневище не тормозит развитие материнского куста. Эхинодорос вертикальный, семейство частуховое. Условное название одного из гибридных эхинодоросов. Небольшое растение с овальными листьями, обычно не выше 20 см. Располагать его следует на переднем и среднем планах аквариума, объем и глубина которого существенной роли не играют. Растение сравнительно неприхотливо и достаточно широко распространено у любителей. В течение всего года оно равномерно растет в аквариуме. Успешно выращивать этот эхинодорос можно в тропическом и умеренно теплом аквариумах. Температура от 20 до 28 градусов Цельсия вполне устраивает растение. Жесткость воды предпочтительно не менее 6 градусов. В более мягкой воде растение развивается хуже. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабо щелочной. ПАЖ от 6,8 до 8. В кислой среде растение быстро сбрасывает старые листья и развивается заметно хуже. Оно нуждается в чистой регулярно подмениваемой воде. Освещение может быть умеренным или сильным. Эхинодорос неплохо растет в тени более крупных растений, но сильного затенения не переносит. В качестве источников искусственного света лучше всего использовать люминесцентные лампы мощностью не менее 0,3 Вт на 1 литр объема. Досветка лампами накаливания на рост существенно не влияет. Световой день может варьироваться в широких пределах в зависимости от яркости освещения. Грунт предпочтительно умеренно заиленный. Его необходимо периодически просасывать с помощью воронки. В новый грунт под корни эхинодороса целесообразно подложить комочек глины. Корневая система этого растения сравнительно невелика. Для нее лучше всего использовать субстрат, состоящий из мелких фракций, крупный речной песок и мелкую гальку. Толщина слоя грунта 4-5 см вполне достаточна для развития этого растения. При подменах воды следует вносить минеральные комплексные удобрения с микроэлементами. Внесение 1-1,5 г сухого удобрения на 100 л воды, плотно засаженного растениями аквариума, может быть достаточным для эхинодороса вертикального. В условиях аквариума этот эхинодорос размножается вегетативно. Он образует цветочные стрелки, на которых формируются бутоны, но цветы, как правило, не раскрываются. Вместо них на концах усов образуются 2-3 дочерних растения. Растение само опускает стрелки к грунту, и если их не беспокоит, дочерние растения быстро формируют корневую систему и укореняются в грунте. Отделять молодые листья можно после того, как у них образуются достаточно крупные листья. На новом месте, при благоприятных условиях, молодые растения быстро трогаются в рост. Выращивание эхинодороса вертикального во влажной оранжереи не представляет затруднений. При температуре от 26 до 30 градусов Цельсия, в ярком свете, в питательном грунте он растет очень быстро. Цветет, но семян не дает. Так же, как в условиях аквариума, на концах цветоносов образуются дочерние растения. Эхинодорос Гаримана. Семейство Частуховое. Родина Южная Америка, Бразилия. Считается одним из самых красивых эхинодоросов. Темно-зеленые удлиненные листья с хорошо выраженными рисунком жилок образуют густую розетку. В условиях аквариума растение достигает высоты 50-60 см и занимает значительную площадь. Выращивать его можно только в большой емкости с достаточной площадью дна, располагая ближе к задней стенке. В аквариумистов этот вид встречается довольно редко, не только из-за его требовательности к условиям содержания, но из-за того, что размножается он сравнительно редко. Эхинодорос равномерно растет в аквариуме в течение всего года. В емкости с обычным уровнем воды это растение никогда не образует надводных листьев. Содержать эхинодорос гаремана можно в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Наиболее благоприятна температура воды от 22 до 26 градусов Цельсия. Повышение температуры воды до 28 и даже 30 градусов Цельсия эхинодорос переносит очень хорошо. Но при таких условиях содержания ему дважды в год надо устраивать период покоя по 1-1,5 месяца, снижая температуру до 20 градусов Цельсия. Лучше всего это делать весной и осенью. Растение переносит длительное снижение температуры до 14-16 градусов Цельсия без ущерба для себя. Но его рост при этом почти прекращается. Жесткость воды желательно не ниже 6-8 градусов. Хотя растение можно длительное время содержать в очень мягкой воде. Его состояние при этом заметно ухудшается. В отношении активной реакции воды эхинодорос гаремана предъявляет весьма жесткие требования. По аж в пределах от 7 до 8,5. Снижение по аж до 6,8 и меньше приводит к быстрой деградации растения. Очень желательно регулярно подменивать до 1,5 объема воды примерно раз в 2 недели. Обычно для растений с темной окраской листьев интенсивное освещение не требуется. Эхинодорос гаремана одно из немногих исключений. Он достаточно требовательен к условиям освещения. Естественный свет очень полезен растению. Листья, получающие достаточно рассеянного дневного, а также некоторое количество прямого солнечного света, приобретают яркую изумрудную окраску. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Предпочтительно их комбинировать. Мощность люминесцентных ламп должна быть не менее 0,4 Вт на 1 литр объема. Если применяются только лампы накаливания, их мощность должна быть в 3-3,5 раза больше. Продолжительность светового дня около 12 часов. Грунт необходим, достаточно питательный. При посадке растения под корни полезно положить комочек глины. В новый грунт, кроме глины, можно добавить небольшое количество вываренного торфа или ил из старого аквариума. Характер субстрата большого значения не имеет, но лучше применять среднюю и мелкую гальку. Толщина слоя грунта должна быть значительной, не менее 70 сантиметров. В период бурного роста, особенно в теплом аквариуме, хинодоров целесообразно еженедельно подкармливать. Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, включающие полный набор необходимых для растений элементов. Если в аквариуме много рыб и их питание достаточно разнообразно, растения можно подкармливать только микроэлементами 1-2 раза в месяц. В условиях аквариума хинодорос размножается только вегетативно, образуя на корневище дочерние растения. Но количество деток обычно очень невелико, и появляются они сравнительно редко. После формирования самостоятельной корневой системы, дочерние растения можно отделять и пересаживать на новое место. Вполне успешно этот вид хинодороса можно содержать полюдарями. Перевести растения в воздушную среду можно, постепенно снижая уровень воды. В аквариуме в условиях мелководия у растений начинают образовываться воздушные листья. После формирования большой розетки воздушных листьев, хинодорос зацветает и может дать полноценные семена. Лучше всего опылить цветы искусственно с помощью мягкой кисточки. После созревания плодов, семена высеивают в отдельные плошки с песком, покрытым водой, и содержат при температуре около 28 градусов Цельсия. Сеянцы, у которых появилось 3-4 листочка, надо пересадить в отдельные горшочки и поместить в аквариум с ярким освещением на глубину около 10 см. Только после формирования розетки, состоящей примерно из десятка листьев, с достаточно сильной корневой системой, хинодорос можно пересаживать в общий грунт. Маленькие слабые растения очень медленно приспосабливаются к новому слою и могут долго болеть.